Ипотека? Долги? Безработица? Нет возможности съездить в отпуск? Счета съедают всю зарплату? Я знаю ответ. Вы слишком давно транжирите свои деньги. Я научу вас считать их. Иметь всё, но не экономить. Куда утекают деньги? Он исполнит вашу мечту и научит жить без долбов и кредитов. Татьяна Рик не считает себя особенной. Хотя многие позавидовали бы её силе воли. Воспитывает одна ребёнка, передвигается в инвалидной коляске. При этом на жизнь не жалуется, хотя признаёт, денег хронически не хватает. Наша героиня просит меня о помощи, и я с удовольствием берусь за это дело. Татьяна Рик – известная детская писательница. Денег её деятельность практически не приносит. Зарабатывать приходится другим способом. Вообще я работаю в школе дистанционного образования. Мы преподаваем детям с ограниченными возможностями. Уже 10 лет я в этой школе работаю. Преподавать именно таким детям Татьяна решила не случайно. Когда ей было 20 лет, у неё внезапно отнялись ноги. Жизнь студентки института разделилась на до и после. Я пыталась как-то бороться, заниматься физкультурой. У меня все говорили, расхаживайся. Но это ничего не даёт. Если мышцы слабеют, то не слабеют. Хоть ты как расхаживайся. В общем, я лечилась-лечилась, ничего не помогало. Ну и так постепенно-постепенно я оказалась в коляске. Татьяна чувствует себя полноценным человеком. Она сама водит автомобиль и свободно перемещается по городу. Я могу пойти в магазин, я могу пойти в кино, я могу пойти с собакой, без собаки. Гулять, где я хочу. И это прямо кайф от свободы. Ещё вот совсем недавно такого не было, потому что нужно было либо идти по проезжей части, либо всё время просить, чтобы тебя затащил кто-то на тротуар. Единственный помощник Татьяны – это её 14-летний сын Виталий. После развода она воспитывает его одна. У него подростковый возраст, такой самый сложный. Так случилось, что его отец ушёл от нас, когда мальчику было полтора года. И, ну, всё это время я зарабатываю сама. Ежедневно потребности сына растут, а вместе с ними и расходы. Раньше я прямо везде всё клянчил, ща и что-то так спокойно стал. То компьютер нужен, то ваншет нужен. Надо как-то... Выглядело прилично. Ещё будет немножко постарше, всё это ещё будет возрастать. Татьяна признаётся, что у неё самой есть склонность к транжирству. Семья обратилась к кризисному менеджеру, чтобы научиться рационально вести свой бюджет. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, чем я могу быть вам полезен? У нас сейчас такая семейная ситуация. Вроде бы я зарабатываю более-менее, но всё равно как так получается, что не хватает. А сколько ты зарабатываешь? Если в среднем я зарабатываю где-то примерно тысяч сорок. Плюс 20 у меня пенсия. Ну и если считать вот книжки, да, книжки они в общем меня не особенно кормят. А ты пишешь книги? Да, да, я пишу книги. Вот. И за каждую книжку, ну, получаешь лишь 30, то если разделить вот на год, то, ну, грубо там, 2 тысячи получается. Получается совокупно 62 тысячи рублей. Ну, примерно, да, около того. И это бюджет на двоих. Хорошо, я готов вам помочь, но при одном условии. Вы должны быть честными и искренними со мной и следовать всем моим рекомендациям и советам безукоснительно. Принимается? Да. Тогда разберемся, на что же вы тратите деньги. 62 тысячи рублей ваш ежемесячный доход. Вспоминайте регулярные траты. С ЖКХ начнем. Это где-то 3,5, мне кажется. На мою машину около 5. 5 тысяч рублей. На мой проездной тысячу рублей тратим. Есть. Массаж еще мне нужно делать для поддержания здоровья, но где-то 1012, наверное. На связи интернет еще. А, телефон. 800 рублей тариф телефона и тоже около 800 это интернет. Учли. На продукты 25 тысяч рублей тратим. Что еще? Ну, таких регулярных трат, мне кажется, не помню больше. Больше? Тенографики у нас в неизвестном направлении исчезли 13 тысяч 900 рублей. На что же вы тратите эти деньги? Не знаю, например, одежду иногда покупаем. Вы на одежду тратите 166 тысяч 800 рублей в год? Ну, не может быть такого. Давайте узнаем, на что же вы тратите эти деньги. С сегодняшнего дня фиксируйте все доходы и расходы в специальной тетради. Можете завести электронную таблицу или скачать мобильное приложение. Будем учитывать все расходные части. Доход Татьяны позволяет семье Рик жить достойно, но почему-то у них это не получается. Мне кажется, я догадываюсь, в чем причина. Хочу убедиться в этом лично. Татьяна, привет! Привет! Я с ревизии. Хорошо. Хочу посмотреть, как вы живете и на что тратите деньги. Сейчас все покажем. Какая собачка милая, как ее зовут? Да, Шуня. Шуня. Там стоят твои книги. Мои, которые я написала, да. Напомни, сколько их у тебя? Вот сейчас вышло 31 уже. 31 книга, с ума сойти. Да, я не читаю переиздание, да. Ну, Татьяна, мы ревизию не книг будем делать, а твоих вещей. И бросается мне в глаза вот этот ящик. Скажи, пожалуйста, это все шарфы? Ну да, палантины, шарфики, да. Ну их здесь, я не знаю, больше 50, это точно. Ну я не знаю, сколько надо. Если не 100. А в этом мешке тоже шарфы? Ну да, и там платочки еще. Скажи, пожалуйста, как часто ты покупаешь шарфы? Ну, ну за год, ну пусть я не знаю, ну 10, я не знаю, может там 12. Ну вот даже если мы возьмем по максимуму, 12 шарфов, да? Да. Один шарф на каждый месяц. А сколько ты на это тратишь денег? Ну, тысяч, наверное, 10, может чуть больше. Ну то есть получается один шарф вот такой в среднем 1000 рублей. Ну, пускай, да. Тебе не жалко вот выкидывать такую сумму, когда у тебя десятки платков и еще два мешка? Ну, правда. Ну, не жалко, мне так и не нравится. А мне очень жалко. А мне очень жалко. И раз ты обращаешься в программу «Кризисный менеджер», мне нужно тебе показать, куда утекают деньги. Но если они в мешках хранятся, то, понятное дело, ты ими не пользуешься. Смотри, у тебя еще здесь даже платки. А это не платки, это кофточки. А, это мои новенькие, новенькие кофточки. Они же абсолютно одинаковые, вот прям абсолютно. Ну, они разного цвета. Сколько они стоили? Ну, около 2000 каждая. Не кажется ли тебе, что достаточно одной вещи, вот одного фасона иметь? Татьяна, какой твой любимый цвет? Ну, голубой мне идет, вот розовый мне идет. Голубой. Вот, значит, голубую мы блузку эту оставляем. А вот еще розовую хотя бы. А вот это вот все в мусорной мешочке. Татьяна, ну, это же все деньги. А ты все время спрашиваешь, почему тебе их не хватает. Ответ уже понятен. Татьяна, давай признавайся честно. Какие еще у вас неразумные траты есть? Ну, знаешь, пожалуй, на Виталика, на сына. Что? Ну, он выклянчивает дорогие книжки, например, или дорогие игры настольные. А где он? У себя в комнате. Я пойду поговорю с ним. Виталик, привет. Здравствуйте. Я с проверкой хочу посмотреть, как вы живете и на что деньги тратите. Чем ты занимаешься? Сижу, вот играю. Хорошо. Вижу, у тебя очень много книг. Часто покупаешь книги? Ну, раньше вот прям очень много покупал, сейчас так успокоился совсем немножко. Но вот у меня вопрос. Это вот куча мала из настольных игр? Да. Сколько их у тебя здесь? 62. Посчитал для прикола. 62 игры? Замечательно. За какой период они были куплены? Вет 5. Сколько они стоят примерно? От 1000 до 3. И что, ты хочешь сказать, что ты во все 62 игры играешь? Нет. Вот играю в одну на экономику, в другую на подарки. А остальные 60? Ну, я думал, они интересные, а не так фигня. Фигня. Замечательно. Чисто символически. Я возьму вот эти две игры. В них же ты не играешь? Ну, не особо. И положу их в мусорный мешок. Если в среднем каждая игра стоит полторы тысячи рублей, то в год вы выкидываете 18 тысяч. Ты пока подумай над этим, а мы с твоей мамой посмотрим, как вы питаетесь. Татьяна, посмотрим, что у вас в холодильнике. Окей, посмотрим. О, сладенького сколько. Ну, есть такое дело, да. Виталик любит, он говорит, мама, а ты хочешь этого сладкого? Дай, пожалуйста, денег. Ну, вот идет, покупает, да. Он не покупает. Он скупает. Чего только у вас здесь нету. Это и творожные кольца, и восточные сладости, и картошка, и эклеры, и корзиночки с кремом. Неужели вы все это съедаете? Ну, я согласна, согласна, что это перебор. Я ему говорю, но... Как часто вы покупаете сладости? Ой, ну, он так часто ходит, да. Ну, штук пять упаковок вы покупаете? За раз? Ну, за неделю. За неделю, пожалуй, да. Сколько каждая стоит? Ну, я не знаю, там написано вот вроде. Ну, здесь написано 150 рублей. Ну, значит так. Татьяна, ну, это 750 рублей в неделю, а в месяц уже 3000 рублей. Немноговато ли для сладенького? Ну, я согласна, что да, конечно, это много. Я не буду говорить про пользу или вред данного продукта, это ваше дело. Ой, ну да-да. Меня интересует именно финансовая сторона. В остальном все аккуратно, чисто. Давайте посмотрим, что в морозильной камере. О-о-о! Мороженое падает у нас. Замечательно. Тут целый склад. То есть у нас не только пирожные, но и мороженое еще. Ну, что? Мальчик любит, но что я могу сказать? Ну, ты видела, сколько у вас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вот там еще две упаковки, двенадцать. Ну, не так дорого стоит все-таки, это же не пирожные. Это как-то не так дорого стоит? Ну, 50 рублей всего. Татьяна, на сколько вы купили этот запас мороженого? Я думаю, он за неделю съест. Вот если вот так вы покупаете, пятьсот рублей в неделю, вот и выходит две тысячи только на мороженое в месяц. Давай подводить итоги. Вот что у нас получилось. Считаем вместе. Двенадцать тысяч рублей в год ты тратишь на шарфы, которых и так у тебя полным-полно. Восемнадцать тысяч рублей на настольные игры. И по признанию Виталика, он в них-то толком и не играет. Далее шесть тысяч было потрачено на абсолютно одинаковые летние блузки. А теперь самое интересное. Двадцать четыре тысячи рублей вы тратите на мороженое ежегодно. И тридцать шесть тысяч рублей на пироженое. Кошмар. Вот и выходит на сумма в девяносто шесть тысяч рублей в год. Смасно. Татьяна, впечатляет эта сумма? А то, конечно. Я очень хочу, чтобы вы поменяли еще и свои привычки. Ты готова это сделать? Ну, наверное, да. Тогда мы продолжаем. Окей. Семь дней работает Никита Непряхин с семьей. Что изменилось за неделю? Ну, вот, видишь, сколько мы всего тратим на ненужные какие-то вещи. Ну, не знаю. А с другой стороны, ну, не жить, что ли? Ну, любит вот он пирожные и мороженое. Так почему не купить, в самом деле? Не так уж много мы и тратим. Если деньги не тратить, что уж зачем они? Ну, не знаю. В конце концов, у ребенка должно быть детство. Потом вырастет и неизвестно еще, какие будут проблемы, какие будут лишения. Сейчас хоть порадовать себя. Сладкая жизнь обходится нашим героям слишком дорого. На одни только пирожные и десерты они тратят целое состояние. Вместе с остальными неоправданными расходами в год набегает 96 тысяч рублей. Что ж, будем выбивать клин клином. Отныне Татьяна и Виталий каждый день будут записывать все свои траты. Было бы неплохо мне сейчас завести ноутбук. У меня, в общем, есть ноутбук, но он казенный. Мое любимое печенье. Могу штук пять за один съесть. Возьму-ка я три, на разок хватит. О, это такой недешевый будет ужин, почти как поход в ресторан. Бывает. Каждая пачка стоит 390 рублей. Может быть, действительно, в нынешней ситуации это некоторые транжирсы. Для семьи Рик проект начался неделю назад. У Татьяны инвалидность, она воспитывает сына одна. Кризисный менеджер установил. Основные статьи расходов – одежда, книги и настольные игры. Нашим героям для начала рекомендовано записывать свои траты каждый день. Перед вами два сейфа. Виталий, открой свой сейф. Как ты думаешь, сколько здесь денег? Ближе к 80-ти, там, тысячу. Почти верно. 96 тысяч рублей. Сумма напоминает вам что-нибудь? Это, наверное, наше мороженое с пирожным. Пирожные, мороженое, шарфики, косточки, игры. В общем, все то, что было обнаружено во время ревизии. Именно такую сумму вы выбрасываете в год. Татьяна, теперь твоя очередь. Ой, мама. Ой, сколько там денег, да. Держала когда-нибудь такую сумму единовременно? Ой, нет, конечно. Я не буду тебя мучить. Здесь ровно 960 тысяч рублей. Почти миллион. И это сумма, которую вы тратите на ненужные вещи за 10 лет. Я думаю, что вы могли потратить эти деньги на более толковые вещи. Наверняка у вас есть то, о чем вы мечтаете, правда? Конечно. Татьяна, вот чего хочется для себя? Было бы неплохо мне сейчас завести ноутбук. У меня, в общем, есть ноутбук, но он казенный. Хотелось бы иметь свой, чтобы не зависеть ни от кого. Здорово. Виталий, у тебя тоже наверняка есть мечта? Есть. Я хочу видеокарту на компьютер. Чтобы игры какие-нибудь новые, да? Не обязательно новые, чтобы хотя бы старые нормально шли. Давайте по цене уточним, сколько твой ноутбук стоит? Если покупать не очень новый, то тысяч 40. А твоя видеокарта? 20 с чем-то тысяч. Если я поставлю перед вами условие выбрать только одно желание, которое вы сможете реализовать на сэкономленные деньги, что вы выберете прямо здесь и сейчас? Я думаю, что ноутбук важнее. Я думаю, что видеокарта. У него же есть уже ноутбук. Я тебе купила приличный нормальный новый компьютер. У вас есть время еще услышать друг друга и аргументировать свою позицию. Но к концу проекта вы обязаны определиться только с одним желанием. Договорились? Угу. Хорошо. А есть ли у вас какая-то общая цель? Утеплить наш дачный домик. У нас такой холодный домик. Там в плохую погоду не здорово. Это хорошее желание. Узнавали уже стоимость итоговую? Сколько будет стоить вот этот проект утепления? На счет утепления нет, честно говоря. Не знаете еще? Я даже не знаю, как к этому подобраться. Я даже не уверена, что его можно утеплить. Он так по проекту не очень удачный у нас. Ну а будем начинать откладывать деньги на ваши мечты с малого. Завтра проведем эксперимент. Вы пойдете в магазин и купите стандартный набор продуктов на ближайшие два дня. Сделаете это, правда, отдельно друг от друга. Ну а после мы встретимся и посмотрим, что же вы купили. Это понятно? Да, конечно. Отлично. Так, вот корейская морковка. Отлично. Обожаю остренькое. Мое любимое печенье. Могу штук пять за день съесть. Возьму-ка я три, на разок хватит. Ага, вот пломбир. Вот я люблю без всяких там добавок. Выбирайте пломбир только со значком ГОСТ. Состав мороженого по ГОСТу не позволяет использовать в нем растительные жиры. В составе должны быть только молоко, сливки, сахар и ваниль. А это там, по-моему, на палочке. Тоже масло сливочное, сахар сгущенка, молоко, коровье сливки. Отлично, без всяких добавок. Пломбир, изготовленный из натурального коровьего молока, будет таять значительно медленнее, чем растительно-масляный. Аналогичная ситуация с шоколадной глазурью на эскимо. В руках она таять не должна. Ну, вот это мороженое похоже на то, что было в моем детстве. О, еще и белорусское. Мне как-то кажется, что белорусские товары качественные. И молоко у них должно быть хорошее, по-моему. Современные брикеты изготавливаются со всевозможными ароматизаторами и консервантами, которые очень вредны для организма. Выбирайте десерт только с натуральными добавками. В детстве тоже стаканчики были, так мы это любили все. Ну, и Виталик любит у меня этому, возьму. Обращайте внимание на дату производства мороженого, а не на срок годности. Срок годности подразумевает, что мороженое должно храниться в идеальных условиях. Проверить это никак нельзя, поэтому старайтесь выбирать пломбир, изготовленный совсем недавно. О, мяскок, какой рацион может быть без мяса? Возьму-ка, в духовке приготовлю. Картошка. Ну, это что-то какая-то мелкая, по-моему. Ну, наверное, вот это будет получше, да, потому что ее хотя бы не надо мыть. О, зачем этот майонез дурацкий? Возьму-ка я чесночный соус и яичек захвачу. Сливочный сыр, во, и скидка на него отлично, можно даже взять два. Такую любим. Ну что, как дела? Остались деньги? Ну да, остались. Что купил? Ну вон, всякую фигуру. Ну да, пойдем посмотрим. Сейчас я поменяю ваши корзины местами и вы внимательно проанализируйте покупки друг друга. Кто готов начать первым? Давай, внимательно посмотри и скажи, без чего вы бы смогли обойтись? Без одной из двух пачек сыра мы бы точно смогли обойтись. Да. Ну, они, кстати говоря, были по акции, во-первых, они были прилично дешевле, а потом ты все время ешь сыр. Ну вот, я очень сомневаюсь, что скидка значительная, а одна такая упаковка стоит 260 рублей. Скидка есть. Сколько скидка? Они по 300 стоят с чем-то. Если ты считаешь, что экономия 40 рублей, и для этого нужно купить две упаковки, которые вы не съедите в конечном итоге, тогда, пожалуйста, откладываешь? Угу. Что еще? Две пачки креветок, это много. Ну, они ужариваются очень сильно, креветки. И если делать ужин на семью, то одной может не хватить. О-о-о, это такой недешевый будет ужин, почти как поход в ресторан. Ну, бывает. Каждая пачка стоит 390 рублей. Может быть, действительно, в нынешней ситуации это некоторое транжирство, я согласна. Угу. Хорошо, откладывай. Сейчас мы продолжим, Татьяна, уже с тобой. Хорошо. Ну, мне кажется, что вот это вот расточительство чистой воды. Можно поесть обычную кашу или там картошку. Что еще? Вот это что такое? Это макароны? Да. Ну, мне кажется, это вот из дорогих макарон. Можно было взять обычные спагетти, они стоят прилично дешевле, там, чуть не в три раза, мне кажется. Очередь, Виталия. Ты можешь поставить точку, если тебе все нравится. Ну, да, мне все нравится. Может быть, мы тогда с тобой еще немножко поработаем? Ну, хорошо. Тут, по-моему, две пачки конфет. Во скидке? Ну, больше, что со скидкой. Во скидке. Мне кажется, мы уже достаточно по скидке и мороженого поели, и пирожных, да? Мне кажется, да, того сладкого, что у нас в холодильнике, вообще хватит за глаза. Ну, пожалуй, остальное можно оставить. Ну, тогда подведем итоги. Виталий, в твоей корзине лишних продуктов оказалось на сумму 650 рублей. Татьяна, а у тебя сын таких продуктов насчитал на сумму 680 рублей? Ну, похожие субъезды, честно. Ничего смешного здесь нет. Вы на двоих переплатили 1330 рублей. Получается, что на ненужные продукты в день вы выкидываете 332 рубля. В месяц это уже 9960 рублей. А в год, вы только вдумайтесь, 119 520 рублей. Полудеть. Надо менять ситуацию. И предлагаю начать с трех простых правил. Правило первое. Я предлагаю вам составлять меню на неделю, исходя из этого список продуктов, с которым Виталий может идти в магазин. Второй совет персонально тебе. Остерегайся при кассовых зонах. Там всегда продаются конфетки, жвачки. В общем, все лишнее и незапланированное. Ну и, наконец, третье. Исследуйте магазины в округе. Сравните цены и выберите оптимальный вариант. Советы ясны? Да. Тогда я рекомендую строго их придерживаться. Завершилась вторая неделя сотрудничества с кризисным менеджером. Что изменилось в жизни семьи за это время? Ну вот, сходили мы в магазин. По чётким руководствам Никиты разобрали все покупки. Но я хочу сказать, не так уж много мы и набрали, да? Да уж. Так бывало и похуже у нас. Но ничего, всё равно мы теперь будем следить за нашими расходами и будем обращать внимание, сколько мы всё-таки тратим на продукты. Надо поменьше тратить на продукты, да? Не отказываться от сладостей. За один поход в магазин лишних продуктов было куплено на сумму 1330 рублей. Только представьте, какая сумма в год выходит. А ведь куплены продукты не самого высокого качества. К тому же многие из них рискуют быть несъеденными и оказаться в помойке. Чтобы этого избежать впредь, рекомендую нашим героям пользоваться моими советами. Мне хотелось семьи, мне хотелось ребёнка, да. Но она что-то меня позвала, я сказала, да, сволочь. Что самое обидное он тебе говорит? Ну я совсем не ущи, я очень много чего делаю. Вторая неделя семьи Рик на проекте. Мама и сын определились, чего они хотят в финале. Татьяна мечтает о новом ноутбуке. Виталий о видеокарте для компьютера. Кризисный менеджер пообещал, наши герои сэкономят необходимую сумму, если будут следовать его советам. Часто ли в вашей семье происходят конфликты на финансовой почве? Ну не знаю, мне кажется, чаще у нас конфликты на другой почве. Он не слушается, мне кажется, он не совсем ценит то, что я делаю. Мне часто бывает нужна какая-то помощь, ему неохота. Он говорит, вот ты меня задолбала, вот ты мне надоела, начинает меня провоцировать, я начинаю тоже злиться. Ну вот как-то так. Ссоритесь вы с мамой часто? Ну да. Из-за чего? Обычно из-за помощи какой-то или чего-то еще. Так, ну расскажи поподробнее. Я вообще хотел в туалет пойти, а мама меня позовет. Только я собрался, она гонит. Что-нибудь сделать. Ну я не выспался, поругался. Сволочь. Ты прямо ей так и сказала. Ну она что-то меня позвала, я сказал, да, сволочь. Ты как считаешь, это вообще правильно с твоей стороны? Нет, неправильно. А почему ты тогда так делаешь? Я когда устал и взлом на эле, не думаю, что говорю. То есть ты в какой-то момент становишься сам не свой? Ну да. Что самое обидное он тебе говорит? Мне не хочется это рассказывать перед камерой. Ну самое обидное он говорит, что я овощ. А я не овощ. Мне иногда бывает что-то нужно помочь. То, что он нормальчик легко сделает. А мне трудно бывает. Ну я совсем не овощ, я очень много чего делаю. Меня многие люди спрашивают, как я столько успеваю. Я уж не говорю о том, что я зарабатываю одна на всю семью. Мне обидно, когда он так говорит очень. Почему так ее назвал? Потому что она ходить не может? Нет, просто вот опять же, когда очень много просила помочь. Но мне даже стыдно, что я ее так назвал. Ты у нее просил прощения? Да. Она тебя простила? Думаю, да. Когда ты узнала о том, что ты беременна, ты так себе планировала, вот, например, ваши взаимоотношения? Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Все не так. И вместо того, чтобы, вот, например, сказать мне как-то нормально, и как-то... Ну, вот маленький он был, он как-то старался меня успокоить, а сейчас он меня, наоборот, старается завести еще больше, если я нервничаю. Меня прям специально накручивает. Как ты думаешь, он испытывает какое-то смущение, ну, например, перед своими одноклассниками или друзьями, что его мама в кресле? Мне кажется, нет. Я разговаривала с учетницей и со школьным психологом. Нет, ощущение такое, что нет. Потому что он меня другой не видел. Я его родила уже, будучи на коляске. Он меня другой не представляет. Кроме того, время от времени он бывает в каких-то компаниях, где много таких людей, как я. Ну, как-то он привык к этой среде. Мне не кажется, что это для него какая-то проблема. Ты гордишься своей мамой? Да. Он часто тебе говорит, что любит тебя? Нет, бывает иногда, но не часто. А ты ему? Тоже не часто. Не часто. А почему так? Ну, так. Татьяна всегда мечтала о большой и счастливой семье. В ее положении найти достойного мужчину оказалось непросто. Не так много смельчаков, которые подойдут к женщине на коляске, если честно. Потому что я видела иногда, что человек на меня смотрит очень пристально, но подойти не решается. Тех случаев было довольно много. Она уже не верила, что ее сможет кто-то полюбить. Но в 35 лет она встречает своего будущего мужа. Он очень настойчиво ухаживал, его не смущала коляска. Я полагаю, что он меня любил в какой-то период времени. Мне хотелось семьи, мне хотелось ребенка, да. Татьяна вышла замуж за любимого человека и родила столь долгожданного ребенка. Но через некоторое время муж стал пропадать ночами. Кадочек не приходит ночевать, не приносит деньги. Когда ребенку год, ну и камень закричит. Я же тоже живой человек, мне же нервы тоже сдают. Когда ты ночью сидишь и не знаешь, где человек. Бывший муж стал заложником игровых автоматов. Жизнь Татьяны превратилась в настоящий кошмар. Потому что он выносил из дома, что он мог. Все время пропадали какие-то вещи, какие-то деньги, бесконечно все прятал. Постоянное вранье, постоянно воровство. Это очень трудно все вынести, конечно. Татьяна хотела сохранить семью и прощала своему мужу абсолютно все. Денег он почти не приносил. Вот, а потом он и вовсе от нас ушел. Ну, тоже он завел очередную параллельную семью и перекочевал туда. Просто он ворует деньги, позанимает, проиграет все и новую семью. Сейчас Виталик и вовсе не общается со своим отцом. Не по моей вине я, собственно, поддерживала все эти отношения достаточно много лет. Именно отношения отца с сыном я ничего от него не требовала, я не просила денег. И главное, ребенок не должен страдать от того, что у него нет близких людей. Просто потому, что его отец вот так непорядочно с ним поступил. Никаких алиментов бывший муж не платит. С тех пор в жизни Татьяны есть только один мужчина – ее сын. Татьяна зарабатывает писательским трудом уже более 20 лет. Я детская писательница. У меня уже вот вышла сейчас 31 книжка совсем недавно. 31 книжка, не считая переизданий многочисленных и не считая сборников. К сожалению, любимое дело не очень-то и кормят. Гонорар может быть, ну, не знаю, и 10 тысяч, и там 20, 30, 40. Ну, вот такого порядка, ну, гонорары. Вот, и если рассчитать, разделить этот гонорар на те два года, что ты эту книжку писал, то получатся деньги, в общем, совсем небольшие. Отчего же зависит размер гонорара? Твой гонорар зависит от тиража. Как правило, сейчас тиражи небольшие. И, ну, только те, кто пишут, может быть, детективы, вот у них большие тиражи и переиздания. А люди, которые пишут, ну, обычно какую-то литературу, это обычно тиражи небольшие. Размер тиража определяет издательство. Если книга продается хорошо, ее переиздают, и автор получает дополнительный гонорар. Но Татьяне пока не везет. Возможно, потому что нет такой рекламы и раскрутки. Издательство, видимо, не тянут рекламу и раскрутку. Автор часто должен сам этим заниматься, во всяком случае. Я сама стараюсь этим заниматься. Помимо раскрутки, издательство обязано пресекать попытки пиратского копирования. Финансовые условия заставляют искать дополнительную возможность для заработка. Мне много лет приходится зарабатывать преподаванием. И это жалко еще и потому, что нет возможности много писать. То есть каждый из писателей написал бы гораздо больше, если бы мне приходилось зарабатывать другим путем. В идеале Татьяна может напрямую работать с типографиями и зарабатывать намного больше. Но пока это только мечты. Современные книги можно брать абсолютно бесплатно. Сейчас многие пользователи сети интернет отдают их даром или обменивают на другую литературу. Все, что для этого нужно, зарегистрироваться на специализированном сайте. Не нужно забывать, что до сих пор работает огромное количество библиотек, где изготовление читательского билета не превышает 150 рублей. Кроме того, на ненужных, уже прочитанных вами книгах можно заработать. В любом большом городе есть букинистические магазины, где принимают литературу. Как правило, чем лучше состояние книги, тем выше ее цена. Вот только деньги возможно получить после того, как вашу книгу купят. Прошло три недели работы кризисного менеджера с семьей. Вот результат. Выяснилось, что мама на меня сильно обижается. Но я же не со зла, я просто выпаливаю ругательство. Да, конечно. Для тебя обидеть человеку вообще ничего не стоит. Наверное, я тебя не научила, что слово имеет свою цену какую-то. Да ты тоже на меня обзываешься постоянно. Ну, прости. Я пытаюсь тебе объяснить, что такое хорошо, что такое плохо. Ты никак не хочешь понимать. Татьяна ждет от сына взрослой поддержки. А он, похоже, пока не дорос до этого. Ситуация, знакомая многим родителям. Тут без радикальных мер не обойтись. Я найду способ изменить это. Вам не нужно что-то платить, потому что вы не так собираете деньги. Как правило, на крово-фандинге приходят люди, которым нужны деньги. Есть он и есть я. И мне время от времени нужно помогать. Какие-то вещи нужно делать, которые другие дети вот не делают. Я обзываю, она меня тоже обзывает. Она меня обзывает, мне пофиг, я ее обзываю, ей обидно. Третья неделя проекта позади, а наша героиня Татьяна в отчаянии. Она не может найти управу на сына. Виталий не желает помогать по хозяйству и только требует внимания к себе. В семье постоянные ссоры. Кризисному менеджеру предстоит серьезная работа. Татьяна полна идей, которые могут приносить неплохой доход, но требуют финансового вложения. Сегодня ей предстоит научиться добывать деньги, опираясь на помощь единомышленников. Интересно, получится ли у Татьяны осуществить свои мечты? Скоро узнаем. У Татьяны писательский талант, который денег семье не приносит. Кризисный менеджер отправляет Татьяну Рик в краудфаудинговую компанию. Что же такое краудфайдинг? По сути, это народное финансирование, которым мы пользовались еще 200 лет назад. Например, там памятник Милиной Пожарской, он тоже был построен на деньги людей. То есть для нашей страны, для нашего менталитета это очень важное, ценное качество, это объединение. Какое-то объединение для создания чего-то нового. Краудфайдинг – это, по сути, сбор денег для поддержки усилий других людей или организаций. Получить финансовую помощь совсем несложно. Вам нужно зайти на сайт, зарегистрироваться там и описать свою идею. Вы можете написать о себе информацию. Люди в основном дают деньги не столько для продуктов, сколько для других людей. И это очень вызывает доверие. Сбор средств может служить различным целям. Помощи пострадавшим или малоимущим. Помощи для создания нового проекта. Например, недавно удалось собрать более трех миллионов для съемок кинофильма. Краудфайдинг, он отличается от благотворительности в корень тем, что в краудфайдинге есть вознаграждение. Даже если мы возвращаемся к памятнику на Пожарскую, люди получили какой-то готовый продукт. В данном случае это монумент. Фактическая польза этой программы для Татьяны очевидна. Она может собирать деньги для тиража своей книги еще до ее написания. Очень важно привлечь аудиторию, которая захочет купить ваш продукт через краудфайдинг. Это не получается не просто покупка, это такая своего рода сопричастность к вашему продукту. Краудфайдинг поможет Татьяне понять, какие из ее идей наиболее интересны людям и что им интересно было бы прочесть. И еще один немаловажный плюс. Размещение проектов на краудфайдинге, это бесплатная история. То есть вам не нужно что-то платить, потому что вы не так собираете деньги, а к правилу на краудфайдинге приходят люди, которым нужны деньги для того, чтобы платить деньги. Поэтому мы уже берем процент с успешного проекта. Теперь труд Татьяны будет оценивать не издательство, а напрямую читать. Это позволит ей самой устанавливать цены и контролировать доход. Написание книг, наконец-то, начнет приносить прибыль. Татьяна живет ради сына. Виталик рос в любви и заботе. Мама ему никогда и ни в чем не отказывала. 14-летний подросток не знает слова «нет». Папа, в общем, был до полутора лет. Он потом приезжал, он там несколько лет приезжал. Ну, довольно редко. Ну, в общем, никаких наказаний к нему, в общем, и не было к ребенку, потому что, мне кажется, вообще бесполезно наказывать. Если я его наказываю, он просто не слушается. Сын постоянно клянчит у мамы деньги. То на новый велосипед, то на дорогие компьютерные игры. Виталик время от времени забывает, что его мама инвалид. Есть он, есть я. И мне время от времени нужно помогать. Какие-то вещи нужно делать, которые другие дети не делают. Чтобы меня подсадить, пересадить. Бесит, когда очень часто что-то просит сделать. Помочь тоже. Я, конечно, прощу, что-то надо. Но иногда так лень. Татьяна понимает, что избаловала сына. Просьбы матери Виталий воспринимает как надоедливое ворчание. Бывают случаи, когда я договорился с другом выйти, собираюсь выйти на велике покататься, и тут мама мне какое-нибудь дело заявит. Но я его быстренько сделаю не так, она начинает вопить, что я его не так сделал. У Татьяны уже не хватает терпения. Ссоры возникают на ровном месте. Я на него ругаюсь больше, чем надо. Я его какими-то нехорошими словами иногда называю, потому что он меня выводит. У меня не хватает терпения. Но он мне отвечает примерно тем же. Подросток знает, какими словами обидеть свою маму. Я обзываю, она меня тоже обзывает. Она меня обзывает, мне пофиг, я ее обзываю, ей обидно. А вот из обидных, дурой я ее называю. Татьяна очень устала. Ей кажется, что сын ее совершенно не ценит. Татьяна никак не может найти общий язык с сыном. Что бы она ему ни говорила, он отказывается понимать. Но есть способы более действенные, чем разговоры. Сегодня нашим героям предстоит непростое испытание. Какими они из него выйдут, посмотрим. Семье Рик необходима психологическая встряска, чтобы вновь начать дорожить друг другом. Кризисный менеджер отправляет Татьяну вместе с Виталиком в один из московских детских домов для детей с особенностями развития. Смотрите, мальчики. Вот я вам прямо рисую кошечку. Ну, какая кошечка. Это у нее будут глазки. Это у кошки усики. Видите, какая получается у нас кошечка. Это у нее ножки. Дети искренне радовались рисунком Татьяны и слушали сказки в прочтении автора. Я про эту ежиху все-все знаю. Это моя бабушка. А вот и нет, отвечает Ёша. Бабушку твою я потом влюбился. Было заметно, как Виталик начал переживать. Он увидел, что есть дети, у которых и вовсе нет мам. И, наконец, понял, как ему повезло. Иногда человеку нужно осознать что-то, понять, чтобы оценить то, что у него есть. Он уже никогда не забудет этот день. Татьяна тоже кое-что усвоила. Когда видишь детей, которые обделены родительской лаской, причем всегда, видимо, с самого начала, понимаешь, что они развиваются хуже, и вообще им тяжело, и думаешь, что своему ребенку нужно, наверное, больше давать и внимания, и ласки. Сотрудники детского дома благодарны семье Рик за такой волшебный визит. Татьяна Рик, я слышала про нее очень много, и нам, конечно, было очень приятно, что она приехала. Ребятам было очень интересно пообщаться с писателем, для них это было очень важно. Сегодня у Татьяны и Виталика был очень важный день. Они поняли, что нужно ценить и любить друг друга, несмотря ни на что. Четвертая неделя участия в проекте «Кризисный менеджер» подходит к концу, и вот ее итоги. Ну вот и подошел к концу месяц работы с Никитой. Мне кажется, мы много для себя извлекли уроков. Самое главное, мне кажется, мы стали лучше понимать друг друга. Как ты думаешь? Я понял, что маму надо любить и ценить. А я понимаю, что ему тоже бывает со мной сложно. Я надеюсь, что мы и дальше будем двигаться в этом направлении. Мы рады, что мы познакомились с Никитой и обратились в эту передачу. Надеюсь, теперь Виталик изменит свое отношение к матери, а Татьяна сможет реализовать все свои мечты в жизни. Уверен также, что все мои советы по рациональному расходованию денег помогут нашим героям скопить неплохой капитал. А на какое из двух желаний он будет потрачен, узнаем совсем скоро. Чтобы мечта реализовалась, вы должны превратить ее в цель, а значит, конкретизировать и визуализировать. Для наших широк подойдет 60 миллиметров толщина генополиуретанового слоя. Виталик, а игры новые покупал? Больше не покупаем. Я вот в компьютер рублюсь. Семья Рик ровно месяц на проекте. Татьяна узнала о новом способе заработка. Виталий стал более бережно и уважительно относиться к своей маме. Наши герои теперь смогут смело подсчитать, сколько они сэкономили, а также решить, чье желание будет исполнено первым. Татьяна, Виталий, привет. Здравствуйте. Как у вас дела? Мы съездили на краудфандинг, рассказали нам там, как можно заработать деньги на проекты. Проекты, это очень классно. Для меня это новая информация и думаю, что очень полезная. Я уверен, что у тебя все получится. Спасибо. Куча есть площадок, где ты можешь как раз собрать помощь на свои замечательные проекты. Спасибо. Еще мы ездили в детский дом. Ну, это был такой смелый, в общем, эксперимент. И мне даже, честно говоря, кажется, что, может быть, у нас немножко наладится отношение после этого. Мне кажется, он там кое-что понял. Я очень на это надеюсь. Я тоже. Что в быту у вас? Ведем тетрадку, все учитываем, все расходы, все записываем. Замечательно. Скажите, а что по поводу вашей общей мечты? Вы мне рассказывали, что хотите дом утеплить. Так сколько же стоит проект отепления? Ну, пока не знаю. Я так немножечко погуглила, но еще не сориентировалась четко, не понимаю пока. А когда ты поймешь четко? Не знаю. Ну, ты понимаешь, что до тех пор, пока ты даже элементарно не знаешь, сколько это стоит, твоя мечта, она так и будет мечтой несбыточной. Чтобы мечта реализовалась, вы должны превратить ее в цель, а значит, конкретизировать и визуализировать. Хочу вам дать очень простой и действенный инструмент. Это обычная доска, но она может стать доской желаний. Сегодня у вас будет творческий вечер. Я предлагаю визуализировать ваши мечты и разместить их на доске желаний. Уверен, мотивация у вас прибавится. Понятно? Да. Отлично. Это здорово. Семья Рик мечтает отдыхать на даче круглый год. Для этого их дом необходимо подготовить. Татьяна отправилась в компанию, которая занимается изготовлением утеплительных систем. Мы производим пенополиуретановые панели. Это один из лучших утеплителей, так как он не напитывается влагой, и, соответственно, зимой не изменяет свои геометрические размеры. Цена за квадратный метр такой панели с установкой примерно 3 тысячи рублей. Чтобы утеплить двухэтажный дом, потребуется около 60 квадратных метров. Пенополиуретан имеет сопротивление теплопередачи намного лучше, чем стеновые материалы, в 10 раз лучше, чем кирпич. Соответственно, понимаете, насколько это выгодно. Общая сумма работ обойдется семье в 180 тысяч рублей. Тот факт, что этот материал производится в России, дает гарантию, что вы не замерзнете в студеную зимнюю пору. Для наших широт подойдет 60 миллиметров толщина пенополиуретанового. Вам достаточно будет комфортно с такой толщиной утеплителя. И, в принципе, проблемы все ваши решаются. Вариант с утеплением идеально подходит Татьяне. Теперь осталось накопить необходимую сумму и воплотить в жизнь мечты о зимних поездках на дачу. Прошел ровно месяц, и пора подвести итоги. Как наши герои справились с моими заданиями и научились ли грамотно расходовать свои деньги? Сегодня я снова назначаю встречу на их территории, чтобы увидеть все своими глазами. Привет! Как у вас дела? Все хорошо. Прошел целый месяц, и мне не терпится увидеть изменения. Конечно. На кухню? Да. Посмотрим, что у нас в холодильнике. Посмотрим. Пирожных не вижу. Ну, мы же договаривались. Виталий, тяжело было отказаться от сладких? Да, не очень. Ну, в общем, мы и зря покупали, правда? Ну, выходит, что да. А сколько денег потратили? О, да, да, это ужасно. А мороженое? Ну, в таких количествах нет. Да, действительно, одна штука. Да, одна. Здорово. Теперь по поводу шарфов и игр. Ну, все у нас в порядке, не покупали. Ну, ты понимаешь, что тебе это носить не переносить в твоей коллекции? Я понимаю, ну, конечно, конечно. Виталий, а игры новые покупал? Больше не покупаем. Я вот в компьютер рублюсь. Ну, отлично. Я обратил внимание на вашу доску желания. Получилось симпатичное. У меня вопрос. Это абстрактное изображение или вы все-таки определились, ну, например, с конкретной моделью ноутбука? Определились, да. Вот такой именно хочу. Это же важно. Да. Главный принцип визуализации – это конкретика. Окей. Я уверен, у вас все получится. Мне нужна тетрадь доходов и расходов. Я ее внимательно изучу. Ну, а хочу напомнить. Вы должны определиться, какое одно из двух персональных желаний вы реализуете первым на сэкономленные деньги. Хорошо. Решение жду завтра у себя в офисе. Татьяна, Виталий, вот и наступило время подведения итогов. Я жду от вас конкретной суммы. Насколько вам удалось оптимизировать ваш семейный бюджет? На 5274 рубля. Ох, как все точно вплоть до рубля. Да. Ну, вы довольны этой суммой? Довольны. И вообще, это только начало. Конечно. Впереди новые свершения и новые горизонты. Давайте перейдем к вашему желанию. Что же вы решили исполнить первым? Ну, я подумала, купим ему все-таки видеокарту, потому что компьютер у меня есть, хоть и казенный. Поработаю пока на нем. Виталик, ты довольный? Да. Отлично. Я рад, что вам удалось справиться со всеми заданиями. Возвращаю тетрадь доходов и расходов. Спасибо. Самое главное, не бросайте это дело, а точно так же каждый раз фиксируйте все свои расходы. Хочу вам сделать подарок. На этой карточке находится половина вашего семейного бюджета. Обалдеть. Держите, она ваша. Спасибо. Спасибо. Принимайте мои поздравления. Спасибо, Никит. Спасибо вообще. Я желаю вам успехов и удачи во всех начинаниях, ну а свою задачу я считаю выполненной. Никита, спасибо, ты нам очень помог, и работать с тобой одно удовольствие. Спасибо вам за то, что были послушными учениками. По-моему, наши герои справились неплохо. В этот раз они сэкономили за месяц 5000 рублей. Когда проекты Татьяны начнут приносить прибыль, надеюсь, эта сумма будет больше. Ведь, как я люблю повторять, богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто грамотно тратит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...